На свободу досрочно. В этом году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне некоторые категории осужденных граждан освободят от наказания. Постановление об амнистии было принято депутатами Госдумы еще в апреле. Всего в России помилуют около 200 тысяч граждан, получивших наказание в виде условных сроков. Еще примерно 60 тысяч освободятся из тюрем и колоний. Уже сегодня свободу обрели более 2000 заключенных. Конечно же, амнистия светит не всем преступившим закон лицам. Амнистия затронет тех, кто совершил преступление в небольшой и средней тяжести. В частности, речь идет о лицах, не достигших 18-летнего возраста, пожилых людях, имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов и тяжелобальных людей, женщин, в том числе беременных, условно осужденных, также тем, кому осталось отбывать наказание в местах лишения свободы меньше года. В частности, амнистия не коснется заключенных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, признанных виновными в терроризме, экстремизме, похищении, убийстве, наркоторговле, получении взяток и так далее. Освободить всех попавших под амнистию власти планируют в течение полугода. У каждого будут погашены все судимости без испытательного срока. Ходить и отмечаться в правоохранительные органы им не придется. Почти каждый третий, кто отбывает наказание в набережных Челнах и не изолирован, скоро станет совсем свободным. Подпадает под амнистию состоящих на учете в инспекциях 536 осужденных. 50 материалов на сегодняшний день направлены в суды и в прокуратуру для применения акта амнистии. Из них на сегодняшний день амнистировано 15 осужденных. Субтитры создавал DimaTorzok